6. Работать над собой, как родители и педагог. Смотреть, а может быть то, чего я боюсь, на самом деле неприменимо к данной объективной ситуации. Я пытаюсь переложить свой негативный опыт, свои тревоги и страхи на ту ситуацию, на настоящее время, когда это уже не подходит и это не является объективным. И последнее, можно, а иногда и очень нужно, обращаться за помощью профессионалов. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, надеюсь, ответил достаточно подробно, в тот же самый момент емко и понятно, доступно. Спасибо за внимание и надеюсь, что у вас обязательно все получится. Итак, вы прослушали мнение специалиста клинического психолога по этому вопросу и будем дальше рассуждать о том, как же помочь ребенку подготовиться к стрессовым ситуациям и как вывести его из этой ситуации. Это будет касаться не только ОГИГ, а вообще любых стрессовых ситуаций. Могу рассказать одну технику, которая очень хорошо помогает в данной ситуации. Есть такая техника, которая называется дыхание по квадрату. Когда уже вас настигает это эмоциональное состояние, тревожности, вы можете просто, как говорят психологи, продышаться. Для этого мы делаем глубокий вдох. Давайте с вами сейчас подышим. Давайте все вместе подышим. Так, глубокий вдох. Вдохнули, задержали дыхание. Раз, два, три, четыре. выдохнули очень хорошо опять задержали дыхание 1 2 3 4 не дышим опять глубокий вдох вдохнули задержали дыхание 1 2 3 4 и выдохнули глубоко опять не дышим 1 2 3 4 и снова глубокий вдох задержали дыхание 1 2 3 4 и выдохнули вот как сейчас состояние продышались и уже на самом деле гораздо легче уже какие-то мысли улетучиваются и в общем состояние приходит в норму то есть это при любых старых ситуациях мы рекомендуем продышаться иногда же дети говорят я не могу зайти в кабинет настолько страшно вдруг там будет весь класс надо мной посмеются учитель скажет почему ты опоздал и даже поэтому не хочется заходить в класс испытывает бывает вот такую тоже неприятную ситуацию эльвира были у вас клиенты которые нам пробовали продышаться и говорили это не работает были такие кто говорили это работает очень хорошо работает есть такая девочка-клиентка которая по моей рекомендации дышала и спокойно заходила в класс уже более уверенно и в таком приятном спокойном эмоциональном состоянии вот интересно что я как раз тот клиент которым дыхание помогает но не по квадрату у меня свой стиль и клиентам я тоже рекомендую выработать свой стиль дыхание то есть это может быть как квадрат счет до 5 до 15 до 16 вдохнуть и вспомнить стихотворение рассказать выдохнуть другое стихотворение рассказать мне кажется самое главное в этом именно не как ты дышишь а что ты концентрируешься согласны же да вот именно на дыхании потому что самая простая функция которую можем контролировать и не контролировать то есть мы контролируем дышим и не контролируем и тоже дышим и еще вот мне нравятся техники которые связаны с любым тоже телесным движением вот можно сейчас попробовать стать двумя ножками на пол и потопать потопать можно похлопать себя пощупать представить на экзамене делать а на экзамене представлять это визуализировать то есть не прям щупать и топать а представить как там моя нога левая а как икра левая а как бедро левая а как правое бедро как левое бедро а как вот моя рука левая и правая шея в напряжении плечи раздвинуть. И еще есть вот такой... Это, правда, не всегда работает, но бывает, что мы действительно чувствуем себя увереннее, если расправляем плечи, поднимаем чуть подбородок, и мы уже в позе уверенного человека и ощущать себя начинаем, как уверенный человек. Это идет такое от внешнего к внутреннему. Бывает иногда человек внутренне уверен, и он в целом такой расправленный плечи. А бывает наоборот, можно расправить плечи и уже чуть-чуть больше почувствовать внутреннюю уверенность. То есть работает на волевую сферу, да? То есть я расправляю плечи, и мне уже как будто бы море по колено, да? На самом деле очень хорошо работает. Да. Также вот еще неплохо со стрессом можно справляться, если к нему готовиться, а именно быть заранее не в дефиците, потому что что такое техники исправления со стрессом? Ну, это не быть в фоновом стрессе, когда... Почему я, да, допустим, задавала вопрос про то, что 6 дней, в неделю 6 уроков. Вот это уже фоновый стресс, который может истощить психику, истощить нервную систему. И вот тут что-то другое нужно делать. Нужно отдохнуть. То есть можно позволить себе денечек просто поваляться, ничего не делать, почитать какие-то приятные книжки, возможно, что-то посмотреть, или просто побывать на природе. Это тоже очень хорошо мобилизирует, дает новые силы. Есть такая возможность выехать за город, куда-нибудь к лесу и побродить у реки, почему бы и нет. То есть как будто бы забыть все это, оставить это там, переключиться на что-то новое, позитивное. И дальше, когда наполняешься уже этой энергетикой, идешь с новыми силами вперед. Ну да, мне кажется, вот самые такие, казалось бы, простые способы отдыха, но они самые эффективные. Вот что мы всегда видим там в каком-нибудь кинематографе или чем делятся друзья. Поехал в другой город, пожарили шашлыки, поспал, посмотрел сериалы, пообщался с друзьями. То есть это действительно универсальные вещи, из которых можно выбрать свою такую модель, что лучше меня восстановит, подготовит. Ну и тут надо сказать про доверительные отношения в семье. То есть очень важно, чтобы между родителями и детьми складывались эти доверительные отношения. Часто бывает, я как системный семейный терапевт могу рассказать, что ребенок иногда бывает в треугольнике, как бы триангулятором, то есть тем человеком, который перетягивает на себя внимание, если, допустим, случилась стрессовая ситуация или конфликт какой-то в семье. И ребенок берет на себя функцию привлечения внимания. То есть он плохо учится, потому что, потому что бы объединить родителей, объединить усилия для того, чтобы они... Ну это не ваш случай, смотри, так на маму хорошо учишься. Так бывает, так бывает иногда, когда ребенок таким своим негативным, что ли, поведением вызывает внимание, привлекает внимание своих родителей от того, чтобы они сосредоточились вместе, взялись за ум, помогли ему найти каких-то репетиторов и вообще участвовали в его жизни. Бывает так, что дети заброшенные, покинутые, живут своей жизнью, родители своей жизнью, а ребенок своей жизнью. И нельзя забывать о том, что бывают вообще неполные семьи, где ребенку еще более сложно адаптироваться к этим сложным ситуациям. Одно дело, когда мама с папой вместе тебя поддерживают, направляют, помогают тебе как-то с этим справиться. А другое дело, если один родитель так тяжелее, да. Я правильно понимаю, что получается как-то с общей трудностью, когда начинают справляться люди, то они объединяются, сплочаются, и ребенок такое это чувствует как-то. Он это чувствует, он это делает неосознанно, то есть притягивает внимание на себя, и часто бывает, что помогает, то есть помогает родителям объединиться, вообще объединиться, начать общаться, хотя бы по поводу его школы, его ЕГЭ, УГЭ. Есть дети, которые вдруг начинают требовать перевести его в другую школу, то есть что-то совершить такое грандиозное, концептуально другое по отношению к обучению, и приходится родителям в этом участвовать. Это хорошо, когда родители участвуют, но, к сожалению, не у всех так бывает. А вот если вот он на самом деле хочет в какую-то другую школу, как понять, он привлекает внимание, опять же, манипулирует, или это действительно, это будет лучше для него другая школа, потому что в этой учителя, может быть, дети его там конфликтуют. Очень хороший вопрос. Как это все? Могу поделиться даже своим опытом, не как психолога, а как мама. Вот мой младший сын в шестом классе захотел перейти в другой класс. Причем он тогда несколько раз нам заявил, я хочу перейти в другой класс, и мы сели и поговорили, почему он хочет туда перейти. Он назвал несколько причин, мы с мужем высушили, и я пошла к преподавателю того класса, куда он хотел перейти. Я поговорила с ней. Этот класс был намного сильнее, там была какая-то другая программа изначально более сложная. Знал ли об этом сын? Знал, но они ее прошли уже в начальной школе. То есть он попросился уже в шестом классе, более сильный класс. Я подошла к преподавателю, говорю, так и так, мой сын хочет учиться в вашем классе. Я знаю, что ваш класс переполнен, но тем не менее, вот такой запрос. Она говорит, хорошо, я постараюсь вам помочь. Я сейчас пойду в тот класс, где он учится, она там ничего не вела, и посмотрю на него. И когда я второй раз к ней пришла, она говорит, я действительно зашла в этот класс, смотрю, он сидит, и я вижу, что он совершенно не из этого класса. Ему там скучно. Это мой ученик, и я его беру. Это было такое, знаете, необычное событие. Действительно, он перешел в этот класс, и там учился его друг, и как-то он втянулся в эту учебу. То есть вот учительница с вами таким мудрым взглядом уже разглядела своего ученика. А так тоже бывает. Эльвира, похоже, еще и мудрые родители, которые сели и поговорили. Вот мне кажется, и Инга как раз говорила о том, что очень важно разговаривать, и ей удается с Настей поговорить, когда какая-то трудная ситуация. Поэтому, наверное, нет универсального ответа на то, он манипулирует, или он правда что-то хочет, и у него есть какая-то потребность, которую нужно решать. Тут очень важно вникнуть. В принципе, уже есть потребность. Какая, просто надо разобраться, какая это потребность. Да, совершенно верно. Ну, то есть бывает как тоже там манипуляция, как условное там передвижение. Вот, например, я манипулирую кружкой, я ее передвигаю. То есть вообще манипуляции очень так дискредитировали это слово. По сути, любое воспитание – это некая манипуляция, что мы, родитель что-то хочет от ребенка, чтобы он сделал это. Это нужно им проманипулировать. Поэтому в целом это не самое плохое слово. И если ребенок там ленится, то тоже это, возможно, как раз про то, что он выдохся, то, что он устал, и нет такого вообще, что человек ленится на ровном месте. У нас по природе, вот если говорить в позитивной психотерапии, по природе человек изначально, он склонен к познанию, к исследованию этого мира. И у него изначально очень много потребностей к контакту, к любви, к другому человеку общению. И когда человек изолируется, никуда не хочет, ни с кем общаться не хочет, ничего учиться не хочет, это, скорее всего, ему вот эту внутреннюю, природную основу подорвали. И вот это, конечно, проблема. Поэтому всегда стоит очень бережно смотреть на тех ребят, которые выдохлись, которые стали двойки получать или изначально их получали. Вот еще, опять же, к вопросу о манипуляции. Где-то попалась такая фраза, что внешняя воля, она подавляет внутреннюю. Вот тут... Серьезный высказывает. Надо его расшифровать. Да, вот. То есть, когда я ребенка настраиваю на то, что он должен хорошо учиться, и у него, как вы сказали, уже есть заложенная эта же внутренняя мотивация собственная, как ее не передавить? И как его направить, чтобы он сам развивался? И в какой момент мне понять, что мне надо уже расслабиться и не стоять над ним коршуном за эти оценки, за эту учебу, за это поступление, за это все. Когда... Вот как почувствовать этот момент, когда ты понимаешь, что ребенок уже сам настроен, сам амбициозен, он сам готов, и ему уже не надо от меня вот этого настроя, это только хуже становится. Такое ощущение, как будто, где заканчивается зона влияния родителя, и начинается уже зона влияния ребенка. Все очень индивидуально. Есть некоторые дети, которых и в первом классе не нужно контролировать, они решают все сами, делают сами, как-то справляются с этой ситуацией. То есть очень такая сильная мотивация. Мы не можем сказать, почему в одних семьях так, стопроцентно не можем говорить об этом, а у других по-другому. Тут нужно, смотрите, мне кажется, существует такой момент, как личный пример. Если вы сами растете, развиваетесь, чем-то интересным занимаетесь, это у вас норма жизни, вообще в целом вашей семьи. И ребенок это видит, что вы не только ей занимаетесь, но еще чем-то своим, более интересным. Она понимает, что в дальнейшем эти знания, эти умения ей понадобятся для вот этого, вот этого, вот этого, что использует. Использует мама, использует папа, используют другие люди. То есть эти знания не просто так, они и знания, и коммуникации. Потому что ребенок ходит в школу не только учиться, но и дружить, выстраивать коммуникации, и выстраивать коммуникации не только со сверстниками, но и со взрослыми, с учителями. Здесь тоже нужно научить уважению элементарному, то есть как общаться, как, сохраняя свое собственное достоинство, защищая свои личные границы, общаться со взрослыми, с преподавателями, что не нужно их бояться. Они такие же люди, у них такие же эмоции, такие же проблемы. И иногда просто учитель пришел в плохом настроении и что-то выдал. Вот как получилось у вас, именно я так поняла, что дочке неприятно было услышать, каким тоном сказала эта учительница. Возможно, в тот момент она была сама не в состоянии или не в том позитивном настроении, которое хотелось бы. То есть мы всегда обожествляем родителей, нам кажется, что они боги, что они всемогущие. Мы точно так же относимся к преподавателям и думаем, что у них стальные нервы, они всегда должны выражать какой-то позитив. Но не всегда так бывает. Поэтому, мне кажется, нужно объяснить своему ребенку, что учитель – это тоже человек, у него тоже бывают какие-то проблемы, и она способна эти эмоции как-то выплеснуть. И на это не стоит так реагировать бурно, просто понять, простить, пожалеть. Мне так кажется. Ну, вот мне тоже близка мысль по поводу примера. А еще, если говорить именно о том, когда заканчивается вот эта граница, что родитель должен там повлиять, постращать и заставить, и начинается самостоятельность ребенка, его выбор, его ответственность за выбор. Но мне кажется, всегда стоит, во-первых, к ребенку приходить с тем, что даже если мы что-то заставляем, но мы здесь тоже очень сильно в этом сочувствуем. То есть это не просто бегать с метлой, делать то, что сказали, и меня не волнует, какими средствами мы дойдем до этой цели. А очень важно, на мой взгляд, именно говорить с вот этим чувством сострадания, что да, детка, прости, но нужно сейчас делать домашнее задание. Да, понимаю, тяжело эту неделю заниматься, но вот давай мы выкроем выходной вот здесь, вот в этот день. То есть договариваться, с одной стороны, это в целом, а когда понять, что вот уже ребенок самостоятельный, я думаю, это каждый родитель почувствует, именно исходя из того, как много уже вложено в воспитание этой самостоятельности. Ведь нет же такого, что ребенок родился самостоятельным. Ребенок рождается абсолютно бессильным, беспомощным, младенец без родителя же вообще не выживет. И вот чем больше родитель прилагает усилий к вот этому наращиванию опыта самостоятельности, тем меньше у ребенка нуждается в родителе. То есть такой процесс. Настя, скажи, пожалуйста, у тебя есть личное пространство дома? Есть. Родители часто уезжают за город, и я живу одна. Самостоятельно. Как долго это длится шикарное время. Ты уже сепарировалась. Ну еще не до конца. Я все-таки от них завишу. Ну, конечно. И морально, я думаю, и финансово, и физически. Ну да, понятное дело. Ну а как ты чувствуешь, Настя, вот где твои зоны ответственности? Вот за что ты отвечаешь только ты? Есть такое? А где там тебе может мама помочь с папой? Ну, я думаю, за мою учебу. Все-таки мама мне помогает, но не она же учится в школе. Вот. Ну, моя подготовка к экзаменам, она вообще там не участвует. Ну и все, наверное. Только касаемо что-то учебы. А так... Ну, я не знаю, может быть, ты там тарелку за собой всегда моешь. Это твоя зона ответственности. Или там, не знаю, постель свою застилаешь. Ну, такого нет. У нас каждый моет за собой. Но бывают случаи, когда там, ну, кто-то что-то оставил, не прибрал. Ничего страшного. Пипа. Пипа что-то там съела. Кто-то оставил на столе, там, не знаю, булочку. Собака прибежала, съела. А кто гуляет с собакой у вас? Мама в основном, потому что... Мама здоровее будет. Мама любит больше собак. Ну, как-то... У нее лучше получается. С утра у меня школа. Когда я ухожу со школы, собака спит. Когда я суюсь дома, я, конечно, с ней гуляю. Вот. Когда они уезжают там за город, они берут ее с собой. Она там резвится. Вот. Ну, я без собаки. Собака, вон, мамин ребенок. Второй. Третий. Так, а что по поводу дальнейшего образования? Может быть, вы наметили с мамой сходить в университет на день открытой двери или в другие какие-то вузы посмотреть? Что вообще я предлагаю? Ну, на школе такое бывает. К нам приходят представители вузов, рассказывают там про вузы, про учебу там. Какие нужно сдавать экзамены. А какие экзамены нужны? Вообще, что нас там ждет? Вот. То есть какое-то представление уже имеете. Экскурсии есть в вузе. Инга, а как вы думаете, вот немножко другую тему хочу поднять. Какой идеальный подросток? Я понимаю, что, конечно, вот сидит Настя, уже идеальный подросток для каждой мамы. Свой, собственный. Но вот какие такие критерии, а в основном родители выставляют своим детям, вот требованиям, каким нужно быть идеальным подростком? Вот по вашим ощущениям. Вы же, наверное, общаетесь как-то с родителями, может, из класса или своими подругами. Что важно сейчас для нынешних подростков? Для нынешних, для родителей нынешних подростков, наверное. Наверное, потому что для самих подростков, что важно, не могу уже сказать, у них все равно какой-то уже свой мир, который родителям не совсем всегда понятен. Все равно нам, нам все равно будет что-то да не так. Но главное, чтобы он для меня, вот я сделала выбор, чтобы он был счастливый, наверное, ребенок как-то. Уже я эту учебу не понимаю, вот честно говоря. На примере, опять же, у меня старшая дочь, у нас с ней вообще отдельная история, она учиться вообще не хотела, можно так сказать, или она хотела, но не могла. То есть в первом классе изначально они писали такое задание, сидит ребенок делает, она еще левша, ей это все трудно. Я вот стою над ней, да зачем же ты так криво пишешь что-то, все. Она сидит, пишет. Значит, задание у них простое, первый класс. Камень, множественное число камней, стул, стулья. Вот она сидит, пишет, я беру не эту тетрадь, написано, одна парта, много, много горя. То есть ребенок написал, одна парта, много горя. Вот все, это вот, это был девиз ее учебы. Мой папа взял тетрадь, сказал, отстаньте от девочки, она гениальна, вообще не подходите. Пусть она делает, что она хочет, потому что это ее позиция, то есть она, это лучше нельзя сказать. Одна парта, много горя. Вот это было все, это было девизом. Тяжелое давалось. Мне звонили всегда классные руководители, преподаватели. Мне звонили с вуза, что она не аттестована. Ее сейчас выгонят. Повлияйте, повлияйте. Я вот, честно говоря, уже тоже устала с ней. Сколько ей сейчас лет? Чем дело кончилось? Ее сейчас 28 лет. Она закончила вуз, который я ей выбрала. Это были иностранные языки. Она этим не занимается. Она пошла заниматься инстаграмом, видео. Она фотограф, она сейчас сделала свои курсы. То есть... Она реализовалась. Реализовалась, как она посчитала нужным и что ей нравилось. Я вот ей недавно говорю, Лина говорит, может быть, тебе надо было не идти в этот вуз, который я тебе передумала. Потому что для меня это всегда английский язык. Он пригодится, всегда кусок хлеба. Ну и в любой отрасли, в принципе, это будет плюсом. Она говорит, ты знаешь, я тоже вот недавно об этом думала. Но, наверное, хорошо, что сложилось все, как сложилось. Она не пожалела, что у нее есть базовое образование? Нет, не пожалела. То есть это время... Ну она как-то его так по-юношески прожила, в принципе, позитивно. И там всего было 4 года. Это был не мединститут. То есть ей надо было... Не так жалко времени потрачено. ...8 лет учиться. Инга, я слушала вот эту вот интересную историю. Я вспомнила свою историю, когда моя дочка тоже написала, как мне кажется, тоже гениальную фразу про школу. У нее спросили, какой твой самый любимый предмет в школе? Она сказала, окно. Окно, потому что она туда смотрела. Ну вот я поняла, что самое важное сейчас для вас, чтобы Настя была счастлива как подросток, что это такой некий тоже идеал. Я много сталкиваюсь с тем, когда люди приходят с определенным идеалом, и чаще всего в запрос какой-то приходят, да, человек приходит в терапию и говорит, мне хочется быть вот таким, или там чувствовать себя иначе. И есть такая проблематика в том, какой идеал человек выстраивает для себя, к которому он стремится, и какой он сейчас. Ну, то есть, например, если сейчас человек очень такой субтильный, худенький, никогда спортом не занимался, но у него идеал это стать олимпийским чемпионом, то вот этот разрыв, он очень сильно невротизирует, заставляет тревожиться, беспокоиться. И то же самое, когда родители выстраивают какой-то идеал, ну, например, сейчас уже стать счастливым взрослым, а до этого времени еще так долго, и этот путь такой длительный. И вот этот момент тоже, на мой взгляд, может влиять на внутреннее самочувствие и ощущение вот этого стресса и происходящего. То есть, правильно я понимаю, вы считаете, что человек, находясь в сравнении, больше всего стрессует? То есть, он сравнивает себя с кем-то, смотрит, допустим, Инстаграм, на какие-то картинки, я недостаточно еще какая-то, да, а хочу быть такой. А когда я такой стану, вот тогда я буду счастливой, да? Ну, да, главное, чтобы это сравнение не было таким уж радикальным. Но вообще психологи считают, что нужно сравнивать себя не с кем-то, а с себя, с самим собой. Вот какая я была раньше, чего я достигла, как я что-то проработала, и какая я сейчас. И когда это сделано, можно сказать, да, я молодец, я из той превратилась в эту. Но как сказать об этом подростку, что не нужно равняться на кого-то, нужно принять свою индивидуальность. Когда ведущая деятельность равняться на кого-то, да, когда в целом фокус внимания на других людей и на значимую группу. Соглашусь, это, правда, серьезный вопрос. Это сложно. То есть, на самом деле, тут что можно посоветовать родителям? Хвалить почаще своих детей. Не за какие-то заслуги, достижения, а только потому, что это твой ребенок. Ты его любишь, защищаешь. Вообще это функция родителей. Любить, защищать. И говорить, что ты у меня умница, ты у меня красавица, ты у меня помощница, ты замечательная для девочки, ты красивая для парня. Ты все сможешь, у тебя все получится, все будет хорошо, я в тебя верю. Это самые главные слова, которые может сказать родитель и поднять самооценку своему ребенку. Для того, чтобы не нужно было с кем-то себя сравнить. Эльвир, я соглашусь, но в то же время очень важно, чтобы это не было оторвано от контекста. Если это просто воздух фразы, какая же ты у меня красавица, ну как-то это вообще как будто бы даже не лепо будет. Не согласна. То есть любой девушке, когда мы говорим, она красавица, она в это верит. И она становится красавицей. Потому что когда ко мне приходит на прием девушка, которым 20, 30, 35, 40, я вижу, что внешне это красавица, она ухоженная, она стильная, она красивая, спортивная. И видно, что у нее потенциал очень хороший, образование, нравственность. И она говорит, я некрасивая, я страдаю. А тебе в детстве говорили, что ты красивая? Нет. То есть никто не сказал. То есть смотрите, мы вкладываем в ребенка, и он слышит. Мы верим в него, и он так и растет. То есть нужно говорить любой девочке, что она красавица, и она будет красавицей. Я соглашусь, я имела в виду, что, чтобы это не было какой-то фразой, которая техничная. То есть вот мне сказали психологи, чтобы у моего ребенка была хорошая самооценка, говорите, что он красивый. Что это должно идти действительно от души, от сердца. Что эта фраза должна быть содержательной. Это то, как сам родитель чувствует, что он видит эту внутреннюю, внешнюю красоту. И вот это всегда почувствует, мне кажется, и ребенок, и любой другой человек, когда ему говорят искренне или технично. Так что вот какой-то инструмент. Вот я сейчас, я прям знаю даже людей, которые говорят, ну да, мне это говорили, но я чувствовала, что так просто надо было сказать моей маме. И вот поэтому это очень сложно внутрь себя принять. То есть очень важно быть искренним со своим ребенком. Мне кажется, это правда важно. Еще хочу, как мама, вернуться опять к теме экзаменов. И посоветовать родителям все-таки не запускать процесс учебы самой как таковой. Потому что когда мы считаем, что школа, ребенок туда ходит, его там обязаны научить. И я с своими опять же подругами неоднократно сталкивалась. Ну что, они же учителя, почему они не следят за тем, как мой ребенок учится? Ну не будут сейчас учителя следить, как ваш ребенок учится. Постарайтесь этот вопрос не запускать. Контролируйте учебу еще с начальных классов. Пусть он как-то учится ровненько, но вы будете уверены, что он знания все-таки получает и овладевает. Потому что потом в 10-м, в 9-м классе оба, а мы, оказывается, не знаем с 5-го класса, потому что мы сидели... Как снежный ком, да? Да, потому что сейчас есть такая прекрасная вещь, как ГДЗ. Это готовое домашнее задание. Когда мы там все быстренько залезли в интернете, списали и вроде бы пошли. И учителя там тоже как-то это пустили на самотек, чтобы где-то не конфликтовать. Ответственный вы родитель, Инга. Ответственность берете на себя тоже. Потому что у меня есть такая возможность, как сокращенное содержание книг. То есть тоже книгу не читают, а вот в сокращении быстренько изучили, о чем. Ну у нас учитель дает тесты именно по содержанию книги, то есть что-то из сносок берет. То есть у нас такой вариант, что прочитай там краткое содержание, там за 10 минут, мертвые души. Более выгодно, нежели читать само произведение. Нет, это не про катя, потому что, наоборот, потому что она задает такие вопросы, которые ты, не читая текста, вообще не поймешь. То есть что-то по языку, что-то по сноскам, что-то по именно какой-то мелкой детали, какое-то там старое слово, которое мы сейчас не используем. То есть она уже знает, что такое может быть и предотвращает. Иногда в школах попадется такой прекрасный преподаватель, который действительно по призванию педагог. Но что греха таить, но в школах не все, далеко не все такие преподаватели. И молодые девочки, и немолодые девочки. То есть разные, они разные там учителя. Поэтому если какой-то предмет вас уж интересует, постарайтесь или сами, или наймите специалиста. Тогда ребенок сам будет чувствовать свою уверенность в предмете. Ну вот тоже хороший вопрос. Это тоже живет от уверенности. Нужно прямо родителю учить ребенка, как-то с ним заниматься? Или все-таки стоит его организовывать, этого ребенка? То есть поддерживать его интерес, мотивировать, чтобы он сам в это включался, изучал? Вот тут как будто бы разные подходы могут быть к вот этому контролю, помощи. Мне кажется, индивидуально. То есть каждый решает, как ему удобнее, как ему сподручнее. И бывают же, я сказала, такие дети, которые самостоятельные. Но сейчас, я так понимаю, тенденция такова, что одна школьная программа не дает тебе возможности поступить в какой-то хороший вуз. Все равно нужно привлекать преподавателей, заниматься индивидуально, дополнительно, чтобы сдать уже не, мы уже говорим не про УГ, а ЕГЭ. Чтобы хорошо сдать ЕГЭ, основной школьной программы будет недостаточно. Там будут какие-то вопросы сверхшкольной программы. Либо ребенок самостоятельно изучает, а ему это, естественно, сложно. Либо родители помогают, либо тогда уже другие преподаватели. Да, действительно, я помню свои ЕГЭ, что у нас мы доходили до какой-то части, а дальше говорили, ну, это уже олимпиадная часть. И, допустим, у меня родители мнение разделилось. Например, отец ему говорил, зачем нужны репетиторы, пусть сама учится и справится. А мама как раз была за репетиторов. И вот аргумент, если такие вот диалоги происходят, как раз про то, что не все учитель даст, да, что ответственность родителя остается, что это правда важно. Не все в школьной программе есть. И если нужно какой-то повышенный уровень, то действительно придется кого-то попросить помочь это освоить, если вдруг нет способности у ребенка. Спасибо, что обсуждаем такую интересную тему. И сейчас мы переходим к следующему мнению нашего эксперта, детскому психологу Юнии Коваленко. Коллеги, приветствую. Благодарю, что пригласили меня в ваше интересное обсуждение, потому что тема, на самом деле, для меня и как для специалиста, и как для мамы максимально интересная. Объясню почему. В этой теме она такая, знаете, как будто бы многограммная. То есть здесь можно обсудить очень много классных, важных моментов с подростком, с ребенком. Если мы вспомним, что одна из основных задач наша, как родителей, это максимально подготовить ребенка ко взрослой жизни, да, чтобы он там столкнулся как более, с более минимальным количеством трудностей и не падал в обморок от того, что надо идти в МФЦ, записываться к врачу или там заказывать пиццу на дом. Вот, да, это одна из наших задач. То здесь я бы предложила обсудить с ребенком, знаете, тут даже скорее не в формате мамы и дочки, а скорее в более дружеском и равном варианте. Такие моменты, как, например, критическое мышление. Это уже такой навык, тот навык, который к девятому классу должен быть у ребенка. Максимально желательно, чтобы он уже был у ребенка, чтобы ребенок им обладал. То есть вот тут было бы очень классно сесть и за семейным ужином, например, обсудить, а почему учительница так отреагировала. Подключить критическое мышление, да, и вот обсудить. То есть здесь нет задачи прийти к какому-то мнению, но накидать варианты очень здорово. Например, возможно, на нее наложены администрации школы какие-то требования по показателям, и это учитель возлагала какие-то надежды на девочку. Один вариант. Другой вариант, ну, например, у нее подошел день выплаты кредита, а она потратила все деньги на что-то другое. И поэтому она находится вот в таком напряженном эмоциональном состоянии. Или, ну, упаси господи, уж простите меня, у нее ПМС, она тоже человек. И поэтому она вот так эмоционально отреагировала. А возможно, ее саму воспитывали в такой системе, что главной мотивацией для нее было, это, ну, условный такой подзатыльник от родителей. Да, то есть припугнуть, наказать, и, соответственно, она пользуется такой же системой мотивации. Ей кажется, что если она сейчас как-то, значит, агрессивненько подстегнет, мотивирует девочку, соответственно, она в следующий раз покажет лучшие результаты. Возможно, так. То есть вот это все надо обсудить. Для чего мы это делаем? Потому что одна из задач закрыть нехватку информации у ребенка. Потому что когда есть такой, ну, некий пробел, да, такое некое черное пятно в понимании происходящего, наш мозг, как правило, закрывает это тревогой, страхом, ну, какими-то такими эмоциями. Вот чтобы этого не происходило, для того, чтобы у девочки было понимание, что вариантов причин поведения учителя гораздо больше, чем один, становится гораздо легче. Дальше. Здесь очень круто можно разобрать такой момент, как эмоциональный интеллект. Причем со всех сторон. И с точки зрения самой девочки, и с точки зрения учительницы. То есть, почему одна и вторая так отреагировали? Почему для девочки это такая ценность? Почему для нее сдача вот этого экзамена, эта оценка, вот имеет вот такую ценность? Опять же, что с этим делать? Потому что впереди ОГЭ полбеды, а впереди ЕГЭ. Как это пережить? Ну, это достаточно большая нагрузка. И, ну, вот тут, например, я бы рекомендовала, есть шикарный по мне способ, и подростки очень охотно им пользуются, когда мы доводим ситуацию до абсурда. То есть, ну, мы говорим, окей, ты не сдала, ты сдала не то, что там на 25 баллов, ты сдала на 5 баллов. Что дальше? То есть, доводим ситуацию до абсурда. И максимально подробно продумываем, что будет дальше. То есть, ну, все, ты завалила, все, что ты делаешь? Что? Ты идешь в колледж? В какой колледж? Давай конкретно, вот давай, у нас должно быть 3 колледжа, куда ты идешь? Или ты идешь на курсы по маникюру и учишься, осваиваешь профессию маникюрщицы. Или еще какие-то варианты. То есть, доводим до абсурда, так спокойнее нашему мозгу. Так наша психика выходит на некая плата, потому что есть план Б. Ну, это если коротко говоря, да. И еще я бы здесь обсудила очень классный момент, очень показательный. Я думаю, девочке, как будущей девушке, как будущей женщине, маме, жене, очень полезно именно сейчас уже задуматься об этом. Я думаю, что ее тип реакции на стресс – это избегание, то есть это избегающее поведение. Она не захотела идти в школу, она захотела ее прогулять и убежать. Очень показательный момент, почему, да. То есть, это здорово пронаблюдать. И опять же, будет классно, если, ну, мама или кто-то из специалистов подскажет, как вот это избегающее поведение можно реализовать так, чтобы это не отражалось ни на учебе, ни на работе будущей, ни на отношениях. То есть, понимаете, да, это очень важный момент. Поэтому, если все это сейчас закруглить и подытожить, ситуация классная. Это ситуация, где можно с дочкой выстроить теплые доверительные отношения, где можно выступить в качестве эксперта, но не как такая назидательная мама, которая грозит пальчиком, а обсудить на равных. То есть, выходить уже на более равные отношения. Это очень классно. И, вы знаете, меня, конечно, некоторые мамы проклинают за это, но я не устаю говорить, что учеба однажды закончится, а отношения с детьми останутся навсегда. Поэтому вот эти моменты, они как раз-таки для отношений с детьми, для любви с ними, для того, чтобы разбирать по косточкам эту жизнь и для того, чтобы как бы в позиции наблюдателя рассмотреть вот такие значимые, классные моменты. Да, тяжелые, да, конечно, там можно помыться, эмоционировать, поплакать, но, с другой стороны, можно приобрести наишикарнейший опыт, при этом опираясь на маминоплечо. Поэтому, по мне, ситуация суперская. И мое предложение относиться к ней и разбирать ее именно вот из такого ракурса. Еще раз спасибо за приглашение. Всем пока!